Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсия 12. Поправки почти вступили в силу, но уже понятно, что проблемы никуда не исчезнут. Программа капитального ремонта в Кирове до сих пор хромает. Повлиять на качество не могут ни жители, ни управляющие компании. А претензии чуть не по каждому дому. К снежным крышам у представителей городской администрации претензий несколько сотен. Сегодня чиновники вышли в очередной рейд. Призвали кировчан жаловаться активнее. Есть ради чего. Пик эпидемии гриппа еще не наступил. Школы и детские сады продолжают объявлять в дни очередные каникулы. Новые рекомендации сегодня озвучили в Роспотребнадзоре и Департаменте образования. Пассажиропоток из-за кризиса упал, и перевозчики по вечерам не всегда. Выходят на маршруты. Зато за их движением следить станет удобнее. И выделенная полоса Олег Чичибабин пообещал, что будет. В строительстве «Титаника» участвовал один вятский гражданин. Да, он был из Котельнича. Тайны знаменитого лайнера. Что кировчане делали на «Титанике» и сколько стоит знаменитое сердце океана. В городе открылась выставка, посвященная столетию со дня гибели «Титаника». Вы смотрите информационный канал «Город» в студии Ксении Никишова. В ближайшие минуты о главных событиях четверга, 4 февраля. Из-за погодных условий и снегопадов крыши в регионах страны под особым контролем. По крайней мере, так отчитываются коммунальщики. Но, тем не менее, в Москве сегодня снежная лавина сошла с крыши на трехлетнего ребенка. Сошла еще много на кого. И популярное для этой зимы слово «сочетание» – посчастливые случайности без серьезных последствий. Киров живет, по-видимому, тоже посчастливые случайности. Хоть и рейды коммунальщиков происходят с завидным постоянством. Только в Первомайском районе и только за сегодня почти 200 замечаний управляющим компаниям и 24 штрафа. Тем временем, сходы снега с крыш продолжаются. На любительских кадрах жертвами мощной лавины стали несколько прохожих из Яранска. В Кирове больше не везет машинам. Водитель чудом успел укрыться от лавины. Напомним, глава администрации Александр Перескоков начал напоминать о расчистке крыш управляющим компаниям еще неделю назад. Информация о расчистке крыш в еженедельном режиме проверяется теруправлениями. Сегодня, в ходе очередного рейда, представители администрации призывали кировчан не оставаться в стороне и самим принимать меры. Не надо ждать, пока мы придем и начнем контролировать этот процесс. Жители самостоятельно, поскольку все-таки все у нас, в основном большинстве, являются собственниками жилья, обязаны требовать от управляющих компаний для того, чтобы они привели крыши и порядок во дворе, на придомовых территориях, в надлежащий порядок. Если все-таки управляющая компания не соблюдает требования, кировчане вправе потребовать компенсацию за оказанную услугу. Для этого нужно письменно подать жалобу в управляющую организацию и зафиксировать нарушение. Если необходимые меры не будут приняты, жители дома могут обратиться за возмещением средств в суд. Процесс длительный, но того стоит, отметили в администрации. В списке работ капитального ремонта прибавится пунктов, если, конечно, за это проголосуют депутаты областного заксобрания. Вопрос об утеплении фасада, переустройстве крыши и установке пандусов за счет фонда рассмотрят на ближайшем заседании. Об этом стало известно сегодня. И сегодня же стало понятно, что вопрос контроля качества выполненных работ вновь останется в стороне. Взносы собираются, ремонты ведутся. По факту жильцы недовольны. Но сделать с этим, оказывается, почти ничего нельзя. Перед подрядчиками бессильны даже управляющие компании. Ольга Шмарина продолжит. Халтурно это сделали. Прямо скажем, это сделано халтурно. То есть стало еще хуже, чем было. Да, вот такие у нас фокусы. Ждали капитальный ремонт и дождались капитальных проблем. Теперь главная причина для ежедневного беспокойства, рассказывает хозяйка, прогноз погоды на завтра. Случатся морозы, а вслед за ними засуха в кранах, как в новогодние. Тогда 11 дней сидели без воды всем домом. После капитальной замены труб все коммуникации, расположенные под крышей, теперь перемерзают напрочь. На чердаке такая же температура, как на улице. И вот этого те, кто проектировал, не понимали. Трубы заменены на более тонкие пластмассы, ну пропиленовые. А эти трубы пропиленовые не отогреешь уже. Проблема плохого качества капремонта в городе уже близка к системе. Этот дом на Некрасова 10 мы снимали в ноябре прошлого года. Но и сегодня ничего нового не увидели. Швы, которые должны были сделать по программе, до сих пор не доделаны. Тогда, уверял подрядчик, ему не хватило денег. Их, видимо, нет и сейчас. А это уже район Лепсе, неделю назад. Капитальный ремонт кровли на Широнинце в 15 еще не закончен. Но уже сейчас можно увидеть, как аккуратно ведет работа подрядчик. Остатки старой крыши здесь не только в контейнерах, но и на деревьях, и даже на балконах местных жителей. Спустя неделю, как видно, работы на кровле еще продолжаются. Но справедливости ради стоит отметить, что контейнеры все же вывезли. Однако остальной строительный мусор так и остался под окнами местных жителей. Тем временем местная управляющая компания вынуждена отвечать на звонки недовольных жильцов. И объяснять, что они в этом безобразии не виноваты. Это все подрядчик, которого они, как выяснилось, никак не могут приструнить. И это тоже система. Объясняют руководители всех управляющих компаний уже директору фонда капремонта. Жалобы по цепочке управляющая компания, подрядчик, региональный оператор. До последнего просто не доходят. Ну, скорее всего, то, что мы прикладываем, это убирает. Здесь, смотрите, надо как-то нам договориться с вами, каким образом мы, скажем так, должны видеть, что подрядчик приходил к вам. Надо как-то договориться. После года бесперебойных сборов, своевременного начисления пени и взыскания задолженностей из уст гендиректора фонда звучит странно. Странно и то, что работы, по сути, должна принимать управляющая компания. По факту частенько подрядчики даже не утруждаются и идут напрямую к заказчику, в фонд капитального ремонта. Подрядчик акты эти оставил у нас, сказав тем, что я и без ваших актов подпишу у регионального оператора. Эта встреча с директором регионального фонда и с руководителем городского ЖКХ закончилась, по сути, ничем. Коммунальщикам посоветовали закидывать жалобами администрацию и сам фонд. Депутаты областного законсобрания тем временем планируют расширить список работ капитального ремонта новыми пунктами. Вопрос поднимут на ближайшем заседании. Про контроль качества опять ни слова. Кировчанам, видимо, все же придется привыкнуть. Кировская область попала в число регионов с высокой смертностью на дорогах. 38% несчастных случаев связано с недовлетворительными дорожными условиями. Подробнее об этой и других новостях далее в нашей рубрике «Короткой строкой». Кировская область попала в начало рейтинга смертности на дорогах. Такие данные приводят аналитики сайта «Просто цифры». Из 100 тысяч человек в регионе шестеро погибают на дорогах. Причем 38% смертей связано с неудовлетворительными дорожными условиями. Кировчане стали больше жаловаться на плохие дороги. На сайт «Дороги без проблем» поступило 78 обращений от жителей города и области. 46 из них уже взяли под контроль сотрудники полиции. 29 проблем удалось решить. Напомним, по данным контрольно-счетной палаты, 85% дорог области не соответствует нормам. В Кирове стало дорожать вторичное жилье. К такому выводу пришли эксперты портала по продаже недвижимости. Стоимость квадратного метра с декабря подорожала на 600 рублей. Теперь достигает почти 44 тысяч. 5 февраля кировчане смогут бесплатно пройти флюорографию и маммологическое обследование. Диагностика будет проводиться в передвижном комплексе рядом с филармонией. Обследование будет проводиться с 10 до 15 часов. При себе нужно иметь полис и паспорт. Кировчане выбрали официальный гимн города. Победителем стала песня молодого композитора Прохора Протасова. Сейчас гимн планируется доделать, записать его в студии. Песню, посвященную Кирову, граждане впервые услышат на дне города. 12 июня. 7 февраля в Дворце культуры Родина пройдет концерт Владимира Винокура. Кировчан ждет незабываемое выступление артиста с музыкальными, юмористическими и танцевальными номерами. Начало концерта в 19 часов. Смотрите во второй части нашего выпуска. Пик эпидемии гриппа еще не наступил. Школы и детские сады продолжают объявлять неочередные каникулы. Новые рекомендации сегодня озвучили в Роспотребнадзоре и Департаменте образования. Пассажиропоток из-за кризиса упал, а перевозчики по вечерам не всегда выходят на маршруты. Зато за их движением следить станет удобнее и выделенная полоса. Олег Чичибабин пообещал, что будет. В строительстве Титаника участвовал один вятский гражданин. Да, он был из Котельнича. Тайны знаменитого лайнера. Что кировчане делали на Титанике и сколько стоит знаменитое сердце океана. В городе открылась выставка, посвященная столетию со дня гибели Титаника. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. Эпидемия набирает обороты. Целые классы и группы в детских садах закрываются на карантин. Эпид-порог в городе превышен почти на 12%. Число заболевших растет каждый день. И если в начале января сдержать эпидемию помогали морозы, то теперь потепление только усиливает распространение вируса. На сегодняшний день на внеплановые каникулы ушли 72 класса в школах и 16 групп в детских садах. По распоряжению Минздрава в регионе введен комплекс дополнительных мер. Отменены культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. В детских садах ежедневно проводится утренний осмотр детей. Завтра состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города Кирова. И, возможно, завтра будет принято решение о пристановлении образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, где заболело более 10% учеников на 7 дней. Кстати, сейчас в Вятской епархии задались вопросом, стоит ли в храмах проводить молебен против эпидемии. Руководитель миссионерского отдела Андрей Лебедев на своей страничке в социальной сети проводит соответствующий опрос. Новая система предоставления льгот привела к снижению пассажирского потока в общественном транспорте. Число проездов за год снизилось на 10 миллионов. А еще вечерние рейсы. Перевозчикам просто невыгодно после 9 вечера отправлять водителей на маршруты. И они как бы ломаются. Сегодня в городской администрации озвучили итоги работы общественного транспорта и поделились ближайшими планами. В этом году власти планируют расширить спектр услуг транспортных карт. Уже весной по ним можно будет расплачиваться и в пригородных электричках. Проект планируется запустить к ближайшему садоводческому сезону. Кроме того, новшества коснутся школьников. Чтобы ученики не носили с собой справки, на электронном проездном скоро можно будет разместить фотографию владельца. Подобного рода карта позволит, соответственно, ребенку, независимо от того, каким тарифным планом он пользуется, имеется в виду при льготном проезде, не возить с собой справку из школы. То есть предлагаем произвести некую персонализацию. Если будет желание, что этой услугой могут воспользоваться и остальные категории льготных пассажиров. Также в этом году на 84 остановках города будут размещены таблички с QR-кодами. Благодаря им кировчане смогут узнать расписание маршрутов. Движение транспорта скоро можно будет наблюдать и в фойе нескольких школ. На улице Милицейской появится умная остановка. И, наконец, выделенная полоса для движения общественного транспорта появится на нескольких улицах Кирова. Все это Олег Чичибабин назвал ближайшими и реальными планами. Почему египетскую мумию обвиняют в крушении Титаника? Сколько стоит украшение сердца океана? И почему знаменитый лайнер назвали экспрессом для миллионеров? В Кирове открылась новая выставка, посвященная столетию со дня гибели знаменитого Титаника. Здесь представлены уникальные снимки с экспедиции и съемок фильма. Юлия Косолапова первая побывала на выставке. Каждый посетитель получит билет на Титаник. Это точная копия того билета. Внешне этот билет совсем не отличается от тех, которые были у пассажиров знаменитого лайнера Титаник. Правда, стоили они в сто раз дороже. Чтобы отправиться в первом классе, нам бы пришлось копить минимум пять лет. Стоимость путешествия на судне по сегодняшним меркам равна 50 тысячам долларов. Это фотография последнего, кто выжил на Титанике. Последняя женщина, ее звали Мальвина Дил. Она на Титанике была, когда ей было два месяца всего лишь. Элизабет Дин, последняя выжившая пассажирка Титаника, умерла от старости в 2009 году. Известность англичанки пришла тогда, когда ей было уже за 70 лет. Тайна крушения лайнера до сих пор не разгадана. Говорят, что первым айсберг увидел именно россиянин, который вышел подышать свежим воздухом. Еще одно утверждение, что затонул и вовсе не Титаник, а его копия – Олимпик. Да и само крушение было подстроено, чтобы получить страховку за корабль. И это далеко не все версии. Оказывается, что на Титанике ехала мумия. Мумия, да, древняя египетская мумия. И считалось, что нельзя ее ворошить, так скажем, было останки. И, соответственно, из-за проклятия мумий и погиб Титаник. Самая крупная катастрофа 20 века буквально обросла легендами. Интерес к Титанику вернулся в 90-х годах. Первые снимки с экспедиции шокировали. Судя по этим фотографиям, можно увидеть, что от шикарного лайнера не осталось ничего. Остатки посуды, сохранившийся каркас корабля и то его передняя часть. Зато редкие фотографии со стройки лайнера позволяют увидеть реальные размеры плавучего гиганта. Длина его была 259 метров, а высота – с 11-этажный дом. В строительстве Титаника участвовал один вятский гражданин. Да, он был из Котельнича, что интересно. Но, к сожалению, на сам корабль он не попал, потому что билет на него был слишком дорог. Самую большую известность кораблю принес режиссер Джеймс Кэмерон. В 1997 году он выпустил свою версию Титаника. Все убранство корабля создавалось по сохранившимся снимкам. Лепнины на стенах каютах первого класса, прогулочные зоны и зоны отдыха. Даже актеры на роль капитана старались выбрать похожего на Эдварда Джона Смита. Саму копию для фильма создавали по чертежам Титаника. Она получилась чуть короче оригинала. Но с корабля для знаменитой сцены Леонарда Ди Каприо и Кейт Уинстит создавали по записям с экспедицией. Плюс помог видеомонтаж. И только на новой выставке все девушки смогут почувствовать себя самой настоящей Кейт Уинстит, примерив знаменитое «Сердце океана». Украшение, которое стоило 7 миллионов долларов. Оно выполнено из редкого голубого бриллианта. Но правда это поделка. На Кировской выставке подлинников нет. Предметы, которые были на Титанике, слишком дороги. Их продают на аукционах за миллионы. Например, настоящий билет на открытие лайнера в 1912 году ушел за 58 миллионов долларов. Основа экспозиции, фотографии и информационные стенды. Об истории трагедии, которая произошла 100 лет назад. Юлия Косолапова, Сергей Самойленко, информационный канал. Город. И в завершении выпуска прогноз погоды на долгожданную пятницу. С ним вас познакомит Алена Матвеева. Если в Агафье в день громко щепечут синицы, то вскоре ударят морозы. Белки покидают свои гнезда и скачут по деревьям к потеплению. А если на земле лежит много снега, то год будет урожайным. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 5 февраля в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Днем минус 6, ночью минус 1 градус. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Удачной вам пятницы! И это были все новости четверга, 4 февраля. Если у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону редакции 54 18 19. В студии для вас работала Ксения Никишова. Спасибо, что были с нами. Удачи вам. И увидимся в городе. Продолжение следует...